Во имя Отца и Сына и Святого Духа. По церковному календарю сейчас началось чтение послания к эфесянам. Оно такое достаточно непростое, богословски нагруженное, насыщенное. Многие темы там затрагиваются и разбираются. И вот как раз сегодня из первой главы прозвучали такие слова, что во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, богатство благодати Его. И Он открыл нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил во Христе. Бог открыл нам тайну Своей воли. Эта тайна воли до конца невыразима, но, наверное, можно вспомнить, как Иисус говорил, что так возлюбил Бог мир, что отдал Своего Сына единственного, единственного рожденного или единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. И вот эта вот тайна воли нам открыта, и дальше по мысли апостола в устроение, это все он для того, чтобы устроить полноту времен и чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот, наверное, это вся цель человеческой истории в этом заключено. Все небесное и земное соединить под главою Христом. Ну вот, есть такое похожее место в первом послании к Коринфянам, 15 глава, когда тоже апостол пишет про воскресение будущее мертвых, и как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, и затем конец, когда Бог придаст, когда Иисус придаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Вот, Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги Свои. И когда все покорит Ему, Отцу, тогда и сам Сын покорится, покорившему все Ему, и да будет Бог все во всем, или по другому чтению, будет Бог все во всех. Вот такая вот цель, наверное, конечная всей истории человеческой, всего того, что происходит, в том числе на наших глазах. Хотя происходят вещи очень порой раз и иной раз и беспокоящие нас, и неприятные совсем. Но вся история, наверное, из этих вещей состоит. Не только то, что мы видим перед собой, и в каждом Евангелии, кроме Иоанна, это тоже предсказано, так называемые малые апокалипсисы. И в последней книге Нового Завета, апокалипсисы, собственно, основном, тоже об этом идет речь в символических таких пророческих образах, что прежде чем все соединить во Христе, чтобы был Бог все во всем или во всех, сначала процесс болезненный идет разделение, рассечение, так сказать, потому что исполняются другие слова Иисуса. Не мир пришел я принести на землю, но меч. Меч в данном случае не символ войны, а символ именно разделения, рассечения одного от другого. Вот, и вот именно сейчас вся история, и перед нашими глазами раскрывающаяся, именно состоит в этом разделении. Кто есть кто. В конце концов, вот чем дальше история человечества развивается, тем прогрессирует не только добро, но и зло, и вот созревают и пшеницы, и плевелы. И в конце концов, когда настает жатва, уже все ясно, что где жать, что от чего отделять. Вот об этом весь, можно сказать, апокалипсис Иоанна в символических образах пишет. Вот, а апостол Павел, именно и когда он пишет, заканчивает свое послание к Коринфянам, и когда он начинает послание к Ефесянам, он пишет о конечной цели Бога, о конечном плане Божьем, который не отменен, в общем-то. И в это важно верить, что победа Бога будет за Ним и за силами света. Вот, а важно только каждому из нас стремиться к этому свету, стремиться быть на стороне света, и понимая, конечно, что в каждый момент времени не всегда мы можем сами различать, где добро, где зло, где свет, где тьма, потому что все это в человеческом мире перемешано. Вот, и только Бог поможет высветить какие-то темные участки, прежде всего, конечно, внутри нас самих. Вне нас самих мы не всегда разберемся, кто прав, кто виноват, в каком моменте, в какой-то момент может быть одна сторона права, в какой-то момент другая. Все это перепутано, все это спутано. Вот, важно только самим стремиться к свету и не участвовать в делах тьмы. И вот дальше пишет апостол Павел, что именно во Христе мы сделались наследниками, наследниками, будучи предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Мы сделались наследниками. Вот, святитель Николай Велимирович, сербский святитель, вот, например, пишет об этом так, такими достаточно проникновенными словами. Все от Господа Иисуса Христа, все через Господа Иисуса Христа, все Господу Иисусу Христу. Вне Его нет у нас ни надежной связи, ни нормального общения, ни с Богом, ни с людьми, ни с прочими созданиями. Он наша глава, Он наш ум, через Него мы и сделались наследниками. Наследниками чего? Царство Божие. Почему в Новом Завете христиане часто именуются наследниками? Наследство всегда сопряжено с чьей-то смертью. Надлежит одному умереть, чтобы другой ему наследовал. Христиане еще в этой жизни становятся наследниками, ибо умирает в них ветхий человек, а на его место, как наследник, приходит человек новый, тот, который переживает ветхого человека и входит в его наследство. Когда тело умирает, душа и впредь живет, а значит и наследует то, что собрал человек, живя в теле, будь то добрые дела ко спасению или же злые дела к осуждению. Через Господа Иисуса Христа нам сверх того открылось и то наследие, в котором блаженствует Сам Господь, то есть бессмертное Царство Божие. Царство это унаследуем мы тогда, когда оставим Царство земное. Если умрем для земли, то воспримем достояние неба. Если расторгнем в союз с Сатаной, то сделаемся с наследниками Христовыми. О, братья, подумайте, какое богатое наследие нас ожидает, только бы не продать нам его задешево, как продал Исаф свое первородство. О, Господи Иисусе Христе Божий наш и Спаситель наш, смилуйся над нами до конца и спаси нас. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь. Это такие рассуждения Николая Севского-Велимировича. А еще можно обратить внимание, что дальше апостол Павел, например, говорит, что во Христе вы, услышав Слово Истины, благословение вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обещанным Святым Духом. Тоже важно об этом помнить. Мы все получили печать Дара Святого Духа в крещении, в миропомажении после крещения, водного крещения. И что означает печать? Печать вообще всегда, во всех культурах, и в современной, и в древней, буквально означает знак принадлежности к владельцу, допустим, печать на книге, печать, так сказать, организации. Принадлежность, связь с этой организацией или с отдельным человеком. В общем, знак принадлежности. Мы принадлежим Иисусу Христу. Мы запечатлены Духом Святым, неспосланным через Него от Отца Небесного. Вот. Даже на рабах, иной раз в римской культуре, ставили клейма, тоже те же печати, означающие, что это, значит, раб того-то Господина. Вот мы, рабы Божьи, мы, соответственно, призваны делаться, призваны отказаться от рабства у людей. Вот. Раб Божий свободен от всего остального. И это тоже об этом важно помнить. Ну и, конечно, мы запечатлены Святым Духом, который есть залог наследия нашего. Тоже такое интересное слово употребляется, залог. Вот как, допустим, в какой-то сделке, даже той же купли-продажи, значит, сначала выплачивается некий задаток, залог. Уже сделка, можно сказать, состоялась. Вот. Остается еще другую часть суммы выплатить, но залог уже выплачен. И, значит, в этом смысле Бог нам не открыл еще всего, что Он хочет нам открыть, но залог Он нам уже дал. То есть, не спасла на каждого из нас после крещения Духа Святого. Вот. Мы уже имеем этот начаток, залог Духа Святого. И, в общем, такие вещи, такие вот важные моменты, даже вот в сегодняшнем отрывке, которые только предначинательны, можно сказать, ко всему посланию, вот здесь обозначены. А еще, конечно, можно добавить, что прославляя сегодня трех мучениц и их мать, веру, надежду, любовь, как сказано в песнопении тоже, троицы-поборницы, вера, надежда, любовь, вере, надежде и любви утверждаете нас. Вот. То есть, важно не терять надежды, стоять в вере и стремиться к любви. Аминь.